Всем привет! С вами Наталья Муханева, канал СОСРАЗУ. Сегодня 13 августа 2021 года. Московская область. У нас активно работает фитофтора. Наши помидорки чернеют, поэтому часть урожая мы теряем. Вот наш монгольский карлик в мешке. Несмотря на то, что часть помидоров почернела, часть помидоров покраснела. Или, точнее, краснеет. Вот смотрите, такая прелесть. И уже наполовину черный. Ну, не наполовину, на треть, но все равно черный. Этот, вот я не знаю, вот этот краешек. Ну, условно будем говорить, что он нормальный. Так, дальше у нас краснеет вот этот. Собираю я сейчас все крупные плоды буду собирать. И покажу вам. Вот видите, уже черный один. Там тоже черный. Тут тоже черный. То есть для Московской области все-таки условия для монгольского карлика не очень подходящий. Сейчас я вам покажу, остальные сниму. Так, зеленый один, черный. Это тоже практически весь черный. Так, этот собираем в ведро более-менее нормальный. Но я имею ввиду, не выкидываем этот. Ну, попробуем обрезать, если он не будет горчить. Один к одному, грубо говоря. Это нормальный. Один в мусорку, один нормальный. Ну, и вот этот вот более-менее нормально уже отрезкаться начал. Такой у нас полуурожай с монгольского карлика. И две штучки я уже снимала и одну выкидывала. Так, остаются на кусту, по-моему, тут уже фитофторы. Выкинем. Вот здесь вот пока я не вижу фитофторы. Здесь пока зелененький. Эти тоже пока еще зеленые. Ну, вот мелкие тоже еще. Неизвестно, что дальше будет. В мешке я его не поливала. Дожди, конечно, были немножко. Но два дня моросящего дождя, который как бы не очень сильно замочил этот мешок. Но так как у нас близкая речка, то даже в мешке наш монгольский карлик оставляет желать лучше. Для московской области, для меня лично, он не подходит для наших условий. И сегодня 13 сентября и я хочу показать вам опять свой монгольский карлик в мешке. Как я уже говорила, Московская область, у нас рядом река, ранее фитофторы. И поэтому монгольский карлик очень успешно у меня в одно время почернел. Обрезала лишние листья. Как обычно, я его веерно разложила. И на данный момент он продолжает зреть. Конечно, у него не супер-пупер урожай. Но тем не менее, раз помидорка, два помидорка красняющая, три помидорка. Там за крапивой еще красивая помидорка. Еще зреет. И монгольский карлик едят колорадские жуки. Посмотрите, сколько их. Вот здесь три, четыре. Я сегодня только нашла их. Потому что соседи у нас выкопали картошку, и колорадский жук пошел кушать все, где что найдет. Мне пришлось тоже срочно картошку выкапывать, потому что колорадский прям озверел, по-другому не скажешь. Ну вот, оказывается, он любит еще и помидоры. В том числе монгольский карлик. Он тут еще пытается свести. Но так как у нас морозы будут, я не думаю, что здесь что-то еще завяжется. Ну что, в принципе, могу сказать итогово по монгольскому карлику. Неплохой томат, но сажать его надо рано-рано. То есть пораньше его высаживать на рассаду, чтобы он успел отдать весь свой урожай до нашей фитофторы. Это касаемо, конечно, Московской области. Потому что томат очень обильный, у него очень много цветов, очень много завязей и очень много пасынков. То есть вот от одного ствола, как я уже говорила в веерной раскладке, у меня тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, около 8 стволов разные стороны. То есть это пасынки, которые я не обрезала. Единственное, что я обрезала, как я уже говорила, это когда почернил, то часть листьев черных я обрезала. В общем, кратенько о монгольском карлике, я думаю, на этот год все. В следующем году также продолжим эксперимент, но буду пробовать сажать его как можно раньше. То есть на рассаду, допустим, не 15-30 марта, а может быть 10 марта там. В начале, короче, марта. Всем до скорой встречи. С вами Наталья, канал Все сразу. Продолжение следует...